давайте начнем с небольшого интерактива кто здесь присутствующих считает что тыкать кошку в мокрые пятна на ковре это удачное решение чтобы изменить поведение кошки отлично да вот хорошо зато честно кто считает что требовать извинения от партнера когда он сделал что-то не так это отличная идея тоже чтобы изменить его поведение в будущем чтобы он вел себя лучше никто да вот отлично вот у нас есть один герой кто считает что иногда дети ведут себя настолько несносно что вот эффективно будет их там шлепнуть слегка там как не так подзатыльником дать да вот вот у нас целого вот у нас целая группа уже угнетателей появилась сегодня я хочу обсудить с вами эту тему я хочу обсудить с вами принуждение это насколько это эффективно почему мы пользуемся принуждением и какие есть альтернативы этому я определю принуждение как попытку изменить поведение через наказание то есть через какие-то события действия которые неприятные субъекты и мотивирует его избегать совершать то же самое действие вновь причем принуждение в европейской культуре она очень естественно то есть например если вы увидите человека в магазине который ворует вы подойдете и скажете ну возможно я по крайней мере так сделаю вы подойдете и скажете что но не воруй и ну да как даша путешественница говорила жулик не воруй также его сделать или например если кошка очень громко орет то например очень многие мои друзья у которых есть кошки когда их кошки кошки начинают орать или что-нибудь в этом в роде делать то они начинают там пытаться пшикать на них или что-то такое делать там как-то и некоторые там подушками в них бросать всякие такие вещи начинают идти в ход соответственно с детьми такая же тема очень популярна когда люди едут в машине их дети на заднем сиденье орут они такие типа ну давайте молчите уже хватит давать тихо ехать то есть всякие такие вещи и вот эти вот эти вещи являются примером принуждением я считаю что принуждение неэффективные нам нужно как можно скорее отойти от них и начать поиски альтернативными методами то есть например стимуляции желательного поведения и сегодня я хочу это с вами обсудить давайте разберем какие-нибудь более масштабные примеры принуждения например наркотики буквально вот скоро уже будет 50 лет как ричард никсон начал войну с наркотиками и благодаря этому мы имеем замечательную картину когда у нас один американец из 100 сидит в тюрьме и в целом американцы составляют примерно 20 процентов от всей популяции заключенных в мире по всему миру и цените вы подхватили потому что это отличная идея же у нас потому что есть наркотики которые причиняют огромный ущерб для здоровья они создают наркозависимых которые не работают которые тратят все свои деньги на наркотики которые являются там такие маргинальными группами которых там еще больше всяких проблем для общества плодиться и поэтому но логика да но просто возьмем наркотики уберем с улиц тогда маке еще запретим принудим самих наркоманов не пользуются наркотиками чтобы они соответственно не делали этого поэтому будем сажать их в тюрьму мы будем ограничивать трафик мы будем сажать наркокурьеров мы будем всех отлавливать всех сажать и вот будет в итоге у нас есть тюрьма забита людьми которые употребляют наркотики продают их и за время компании по войне с наркотиками количество заключенных у нас увеличилось на 50 процентов но насколько это работает недавно я был на конференции наркологов новосибирске и там обсуждали что не очень эффективно это работает потому что например некоторые докладчики рассказывали о подростках которые прямо на красном проспекте по дворам ходят и закладки ищут там еще рассказывали о том что у нас просто эпидемия наркотиков в новосибирске и по всему миру такая же проблема например в америке несмотря на все попытки продажи амфетамина на таком же уровне остаются то есть практически ничего не практически ничего не изменилось только мы потратим огромное количество денег у нас забиты тюрьмы оплата тюрьмы это тоже проблема кто-то даже должен за все это платить веселье но наркотики на месте но зачем останавливаться на одних наркотиках если можно посмотреть на все психическое здоровье потому что психиатрия ну это очень много это очень популярная тема среди постмодернистов да что психиатрия такой институт принуждения общественный но за со времени с 50-х годов со времени появления антидепрессантов вот эта степень принуждения увеличилась то есть например мишель фуко писала о том что раньше как расстройство признавали например то что вы странно себя ведете например что вы бедняк и ну вот у вас расстройство потому что ну блин но вы же не можете быть бедным потому что система такая вы бедны потому что с вами что-то не так поэтому вы больно и как бы вот все окей потом подключилось то что мы стали какие-то паттерны мышления маргинализировать да что например если вы думаете как-то странность уските странные взгляды политические ну с вами что-то не так потому что ну с чего бы вам думать то например что система да виновата во всем это явно что-то не так с вами но сейчас мы продвинулись дальше со времени появления антидепрессантов мы превратили страдания в патологию то есть если кто-нибудь видел рекламу антидепрессантов то такой типичный сценарий в ней это девушка которая на вечеринке танцует такая классная вечеринка все такие веселые все очень отлично все радуются а потом она идет в туалет и начинает плакать и но зритель такой чё надел почему она плачет такая классная вечеринка как может и с ней явно что-то не так то есть но что ей грустно да как бы становится логично что это патология потому что блин такая классная вечеринка как можно плакать вообще на ней потому что все так весело и при этом я лично в своей практике не видел таких вот людей которые ходят ходят на веселые вечеринки и потом уходит с них туалет плакать то есть обычно человек с депрессией это человек который завален проблемами до которого реально там за две недели предположим пока в постели лежит у вас накапливается огромное количество проблем там например даже если вы студент да и вот в две недели в постели провалялся вы выходите вот вы так скажем отлежались до в постели выходите у вас все огромное количество хвостов у вас завала там по всяким работам по курсовым по прочему и все и вас в депрессии поэтому продолжается потому что блин у вас контекст теперь такой что у вас просто огромное количество проблем нерешаемых но Но в психиатрии до сих пор популярен взгляд, что проблема людей с депрессией не в том, что они живут в таком контексте, что у них огромное количество проблем, и у них нет никаких путей их решить. Популярно, что у них просто с мозгом что-то не так, что проблема в том, что они грустят. Нам просто нужно сделать, чтобы они не грустили, и тогда все нормально будет. Все, лечение депрессии, это просто лечение фобии, это сделать так, чтобы человек не боялся. И всякие такие вещи. То есть в современной психиатрии популярно, и не только в психиатрии, это популярно среди нас всех, популярно делать так, чтобы человек не страдал. То есть, например, если вы зайдете на The Question и на другие всякие ресурсы, где люди задают друг другу вопросы, то на них огромное количество вопросов посвящено, как не перестать страдать, как не перестать ненавидеть себя, как не перестать грустить, как не перестать бояться, как не перестать еще что-нибудь делать. И там везде люди такие, что да, вот ты возьми, сделай вот это, возьми, полюби себя, возьми, встань и иди, что-нибудь еще сделай. И ты перестанешь ненавидеть себя, ты начнешь любить свою внешность, ты перестанешь бояться, ты перестанешь тревожиться, перестанешь сомневаться, все такое. А если не перестанешь, ну извини, постарайся получше. Тебе нужно перестать это делать. То есть, например, у меня лично есть такой опыт, да, когда моя мать, например, она мне очень часто говорит, что я когда высказываю какие-нибудь там, что ну вот у меня там ничего не получается, все плохо, там все такое. Она такая, не думай так. И она прям принуждает меня, что типа откажись от этих мыслей, начни думать позитивно, что-нибудь в таком роде. И, соответственно, это в обществе популярное, это подтверждается там постами психологов о том, что вам не нужно обижаться, что если вы обижаетесь на партнера, то просто подумайте о том, что действительно ли вам это нужно и поймите, что это бессмысленно, перестаньте обижаться. То есть как бы подразумевается, что вам не нужно что-то чувствовать. И, соответственно, психиатрия, психология принуждают нас к этому. Насколько это эффективно? Ну, сомнительный вопрос, потому что мы живем в замечательное время эпидемии психических расстройств. Потому что оценки Всемирной организации здравоохранения говорят, что распространенность выросла до 25% уже. Соответственно, возможно, мы что-то делаем не так. Следующая такая популярная область, где мы принуждаем, это, конечно же, воспитание детей. Кто не любит принуждать детей к чему-нибудь? Очень часто учителя вместо того, чтобы… Ну, то есть, вот, например, если у нас есть ребенок, вот он в третьем классе не разобрался, что такое линейное уравнение, как вообще с ними обращаться и что происходит вообще, как это все работает. Он в третьем классе не понял, а преподаватель такой, да ладно, потом как-нибудь разберется. В пятом классе он все еще не понимает это, в шестом классе он все еще не понимает это, и в седьмом классе он не понимает это. Ну, потому что… Потому что, как его учили потом, он выходит к доске, потому что вот тема есть какая-нибудь еще уравнение какие-нибудь, да, потом с квадратные уравнения начинается, он выходит к доске, и учительница такая, давай, ты сможешь решить. И он пытается еще раз, у него как бы не очень получается, там такая, возможно, у кого-то был похожий опыт, да, у меня такой опыт был, когда я выходил к доске, и так как гробовая тишина стояла, я стою такой у доски, и такой, что происходит вообще, как это решать? Но никто мне не подсказывал. Потом в седьмом классе опять там ребенок выходит, опять то же самое происходит, и вот так вот как бы его пытается принудить научиться решать уравнение. Хотя проблема как бы не в том, что ему наказания не хватает. За вот эти вот годы, пока его пытались принудить, ему как бы слегка наказать. Но учительница такая, что вот, сейчас я ее еще раз попробую, и все сработает. Вопрос в том, что почему мы тогда всем этим пользуемся, если научные отчеты систематически говорят, что это не работает, что, например, если вы шлепаете ребенка, это очень популярная мера. То есть, ну, просто ребенок что-нибудь не так делает, шлепаешь его, он прекращает это дело, все идеально работает. Просто отлаженная схема уже годами. Там, вы можете в интернете очень легко найти множество постов, где профессиональные психологи оправдывают эту меру, говорят, что да, что, ну, понимаете, ну, просто так нельзя, но когда у вас есть уважительная причина, тогда можно. Поэтому просто перед тем, как шлепать, придумайте, зачем вы это делаете, обязательно, не забудьте. Очень нужно объяснить. Вопрос, почему тогда все это продолжается? И одна из причин, которую я знаю, это то, что как раз принуждение создает видимость эффективности. То есть, да, в долгосрочной перспективе это не работает. Да, в долгосрочной перспективе там какие-то ученые в каких-то метаанализах показывают, что если вы шлепаете ребенка, то у него повышается риск вообще всего. Вот вы просто открываете международную классификацию болезней, там выбираете случайно, риск этой болезни будет повышен. Просто любая. Что бы там ни было. Но здесь-то это работает. Здесь-то, когда я своего вот этого ребенка шлепаю, вроде как бы все работает. Потому что мне же нужно, чтобы он не орал. Бан, все работает, отлично. Он не орет какое-то время. Да, потом он начинает снова орать, но как бы кого это волнует. Вторая причина в том, что мы просто не видим альтернатив. Например, вначале я приводил пример с вором, которого мы останавливаем наказаниями, административными штрафами, уголовными наказаниями, общественным суждением. Наркоманов мы останавливаем тоже осуждением. Что, ну, наркоман, ты что делаешь? Ты такой безвольный. Ну, просто возьми и прекрати употреблять наркотики. В чем твоя проблема? Но вот подумайте на секунду, как сделать так, чтобы люди не воровали, не принуждая их к этому. Чтобы вот мы, у нас не было никаких законов, которые ограничивают воровство, а люди этого не делали. И я на 99% уверен, что у вас нет идей. Что вы с пустой головой. Но это вопрос был подумать, а не так, чтобы вы сейчас подняли руку и предложили свои крутые политические идеи. Давайте социализм. Окей. Ну, вы можете потом написать мне об этих идеях, если хотите. То есть вот это отсутствие альтернатив, оно тоже одна из причин, почему мы прибегаем к принуждению. Причем у нас как бы есть дисциплина, которая как бы должна помогать нам контролировать поведение других людей эффективнее. Которая называется психология. Наука о поведении, коллективных процессах. И в задачу науки любой в том числе входит контроль феноменов. То есть не просто объяснить их. С этим психологи, да, с этим любой отлично справляется. Вы просто берете любое поведение и говорите, что это потому, что человек тупой или ленивый, или ему силы воли не хватает, или мотивации не хватает, или еще что-нибудь. Все, объяснено. Просто проблема решена сразу же. То есть задача науки – это не просто объяснять феномены, а придумать, как контролировать эти феномены. То есть в лаборатории или в полевых условиях. Но я занимаюсь психологией 6 лет. И я вижу, что психология в российской, вот наша отечественная психология, явно с этим заказом социальным вообще не справляется. То есть среди психологов даже популярно братья, прям говорить, что просто это прям, что это не задача вообще психологии контролировать поведение. Возможно, в зале сидят или потом в комментариях к записи придут гуманисты и будут говорить, что о чем вообще речь? У человека есть свобода воли, и мы не можем контролировать его поведение. То есть есть люди, которые просто отказываются от этого в принципе. Но я считаю, что вы контролируете поведение друг друга, даже если делаете вид, что это не так. Соответственно, если вы говорите, что у человека есть свобода воли, и вы не можете повлиять на поведение других людей, то вы как бы просто так, типа, ничего не вижу, никакого контроля нет, ничего такого не происходит. То есть вы как бы можете, конечно, сделать вид, что мы не контролируем поведение друг друга, но в итоге вы просто будете делать это неэффективно, потому что вы делаете вид, что это не так. В то же время у нас в психологии есть раздел, который посвящен, который именно говорит о том, что нам нужно контролировать поведение. Этот раздел называется анализом поведения. И сейчас в России эта дисциплина очень непопулярна. То есть это и связано с тем, что у нас в психологии свой особый путь проделал, у нас есть выгодские лурии, все эти штуки скиннера нам не нужны, это все проделки запада, зачем нам это. И разные причины есть, почему у меня особо популярен анализ поведения, но у нас есть такая дисциплина. И с точки зрения анализа поведения у нас есть такое общее правило, как контролировать поведение без принуждения. Для этого нужно изменить контекст так, чтобы нежелательное поведение стало бессмысленным, а желательное поведение стало оптимальным. И уже в этом правиле заключается то, что нам нужно очень четко определить желательное поведение, чего мы очень часто не делаем, когда пытаемся менять поведение других людей. То есть, например, если я говорю, что я хочу, чтобы мой ребенок не орал, я не формулирую, какое поведение я хочу видеть. Вы можете в качестве такого, знаете, эмпирического правила, эвристики использовать, чтобы проверять, хорошо вы сформулировали желательное поведение, которое вы хотите видеть или нет. Такое правило. Вот может ли это делать мертвый человек? Вот, например, мертвый человек может не орать? Может. Соответственно, вы плохо сформулировали желательное поведение, потому что тогда проще ребенка убить как бы. То есть, потому что он не будет орать, если он будет мертвый лежать. Там, например, я хочу, чтобы моя девушка не грустила. Мертвый человек может не грустить? Мертвый, тогда проще убить девушку, и, соответственно, задача будет решена. Я хочу, чтобы я не боялся, не боялся собак, например. Окей, тоже такая же тема. Тогда мне проще суициднуть, и все нормально будет. Зачем вообще заморачиваться? Соответственно, когда вы формулируете, например, что я хочу иметь возможность подойти, погладить собаку, или я хочу не просто не грустить, а я хочу заниматься тем, что мне важно в жизни, вместо того, чтобы лежать в постели, всякие такие вещи. Соответственно, вы сформулируете этим поведением, вы можете уже смотреть, как сделать так, чтобы ваша среда поощряла это. Соответственно, вы можете посмотреть, какие-то варианты, как сделать, как этого добиться. То есть, например, если взять тех же наркоманов в Голландии, вместо того, чтобы ограничивать предложение наркотиков, ученые решили поработать над спросом на наркотики. Они создали программу снижения вреда. В чем смысл этой программы? В том, что они открыли клиники, в которых людям предлагали, просто и до сих пор предлагают, до сих пор работают, предлагают прийти, брать у них героин, покупать, там же на месте его употреблять. У них там есть комната специальная, где очень удобно лежать, все нормально, никаких рисков и прочих вещей. Потому что раз это делает все медперсонал квалифицированный, то есть уколы делают медперсонал, то есть медсестра подходит, колет вам героин, и вы лежите, такого все отлично, спасибо. То есть из-за этого снижается нежелательное поведение. То есть нежелательное поведение наркоманов не в том, что они употребляют наркотики, а в том, что вот они, предположим, тратят время на поиски денег на эти наркотики, тратят деньги на эти наркотики, не работают, всякие такие вещи. Соответственно, желательное поведение у нас какое, чтобы наркоманы работали, чтобы наркоманы строили. Чтобы наркоманы работали, чтобы наркоманы строили семьи, чтобы они строили какие-то отношения, чтобы они рожали детей и были полезными членами общества. И эта программа этого добивается из-за того, что наркоманы не умирают от передоза и не умирают от осложнений, от того, что у них вена вся просто разбита настолько, что у них гангрена уже начинается, им приходится руку отпиливать. То, соответственно, наркоманы могут заниматься полезной работой, и они это делают. Если им не нужно тратить время на нежелательное поведение, потому что оно бессмысленно, им больше не нужно тратить время на то, чтобы искать дозу, им больше не нужно тратить время на то, чтобы прятаться от полиции, прятаться от органов, прятаться от семьи и от прочих людей. они могут это время тратить на что-то полезное они это делают и при этом и частота употребления тоже снижается потому что они у них появляться у них появляться какие-то альтернативы тому чтобы употреблять наркотики потому что одна из один из факторов как поддерживается наркозависимость это как раз принуждение то есть когда мы ведем войну с наркотиками мы делаем так что люди которые уже попали на игру они не могут вернуться обратно в общество им приходится все дальше и дальше в нежелательное поведение скатывался в голландии эту проблему решили и по моему это отличное решение был в сфере психиатрии с точки зрения анализа поведения реформа опять-таки важный компонент реформы это то что мы начали определять не просто вот когда клиент приходит клиенты часто приходят ко мне и такие я не хочу там бояться я не хочу сомневаться всякие такие вещи и первый вопрос который я им задаю это а что вы хотите делать вместо этого вот у вас освободится время вот вы больше не будете сомневаться да вы не будете бояться вы не будете грустить что вы будете делать в освободившееся время и сам больше не нужно будет на это время тратить и таким образом формулируем желательно поведение которое я могу стимулировать потому что я не могу разделать поведение обратно. Я могу только сформировать новое поведение поверх этого. И, соответственно, когда мы не пытаемся сделать так, чтобы люди не страдали, а когда мы пытаемся сделать так, чтобы люди вели такую жизнь, какую они хотят, мы делаем такую определенную реформу. Психиатрия размера эффектов повышается, и это есть в статистических отчетах. Как сроки терапии сокращаются и прочие разные вещи, прочие разные хорошие плюшки появляются. В сфере образования из таких крупных вещей, которые согласуются с концепцией изменения поведения через стимуляцию желательного поведения, а не через подавление нежелательного, через принуждение. Я вижу Академию Хана, например. Потому что Академия Хана позволяет детям вернуться к тому, что они не поняли, и восстановить это, и, соответственно, продолжить обучение дальше. Им не нужно, если они не поняли что-то, им больше не нужно сталкиваться с этим принуждением, когда тебя пытаются научить тому, что ты не можешь выучить. Это как пытаться, например, научить голубя клевать с ящичка банан, когда он не умеет обращаться с ящиком, он не умеет запрыгивать на него и не умеет клевать банана. Мы сразу пускаем его в клетку и так еще током его бьем, чтобы он побыстрее работал. Типа, ну ты давай, голубь. Вообще-то вот обезьяна может это делать, а ты что сидишь тут? Ну и причем, и как раз исследование покажет, что если мы обучаем сначала голубя отдельным компонентом, то есть мы обучаем ему сначала ящик двигать, потом обучаем запрыгивать на него и клевать банан, все отлично работает, голубь сразу только умный становится и классный. Как только мы не обучаем голубя хотя бы одному компоненту, он внезапно становится очень тупым. И вот сколько ты его шокером не бей, он все равно ничего не делает. Поэтому я считаю, что общество без принуждения возможно, но с этим связаны определенные неудобства, с этим связаны определенные затраты, с этим связано то, что нам вообще нужно психологией по-другому заниматься, с этим связано то, что нам нужно мыслить по-другому. Потому что исследования показывают, что когда мы перестаем видеть причину проблемы в самом человеке, а начинаем видеть ее в контексте, когда мы понимаем, что ребенок не справляется с заданием не потому, что он тупой, а потому, что у него в опыте есть неудача в освоении какого-то навыка, и сейчас ему просто не хватает знаний. Когда мы видим, что дети в машине орут не потому, что они испорченные, капризные засранцы, а потому, что мать обращает на них внимание тогда, когда они орут. Когда дети молчат, мать такая сидит за машиной, все у нее нормально, а дети сидят сами с собой такие, пытаются не умереть от скуки. А когда они начинают орать, то мать такая сразу активная становится, да, дети, вау, привет, у меня точно дети есть, все, сразу внимание на них. Почему не орать, вопрос. И, соответственно, дети это делают. И когда мы видим причину поведения других людей в контексте, а не в них самих, это способствует тому, что мы перестаем быть агрессивными, нам проще относиться друг к другу доброжелательно, нам проще относиться друг к другу с пониманием, поддержкой и заботой. И вот это очень важный плюс общества без принуждения, то есть это то общество, в котором мы сможем, наконец-то, не тратить время на то, чтобы как-то пытаться друг друга запинать, чтобы все действовали как надо, а в том, чтобы это будет общество, где все будут делать то, что им надо, и при этом создавать какое-то благо для общества. Поэтому с точки зрения нас, психологов, я считаю, что для этого нужно больше исследований в анализе поведения, а с точки зрения вас вы можете начать с того, чтобы просто ознакомиться вообще больше с анализом поведения, быть знакомы. Есть, например, книга Карен Прайер «Не рычите на собаку». Отлично популярная книга, с которой вы можете начать вообще с знакомствами с анализом поведения, и с тем, как контролировать поведение других людей осознанно, не стихийно, не как вам опыт сказал и бабушка сказала, а как это делать систематически и последовательно. И второй момент – это тренироваться, объяснять поведение других людей через контекст. И это может быть неудобно. Я не хочу сейчас сделать вид, что если вы будете, начнете пробовать это делать, то это будет весело, вам будет легко, и вы будете целый день так, «Вау, это так круто, это так легко делать». Это огромные интеллектуальные нагрузки делать, потому что самый простой пример, который я часто видел, это то, что люди объясняют, почему собака лает или почему кошка мявкать, потому что ей нравится мявкать сразу. Нет, извините, нет, это не то. Нет, это не так. То есть это не объяснение. Соответственно, там очень нужно много наблюдать за кошкой, чтобы там, например, понять, что там она начинает орать, потому что, предположим, в этот момент хозяйка начинает подходить к ней и начинает ее там обнимать или что-то делать. То есть нужно определенное время потратить на то, чтобы увидеть это. Или там, например, с детьми то же самое, да. То есть почему там одна клиентка недоумевала, почему ее ребенок постоянно пытается из окна выпрыгнуть. И она такая, ну, он суициднуть хочет. Нет, это неправильное объяснение, потому что она ищет причину поведения внутри ребенка. Это, соответственно, это не то. И я работал с ней, наблюдал за ее ребенком. Ну и, собственно, как и ожидалось, выяснилось, что целый день она занимается всеми делами. Когда ребенок подходит к окну, она такая вся, ой, боже, временок мой. И она, соответственно, подходит, снимает его с окна и какое-то время с ним проводит. Соответственно, он подходит к окну, чтобы просто привлечь ее внимание. Соответственно, мы сделали так, чтобы она больше внимания ему уделяла на протяжении дня и игнорировала, когда он подходит к окну. И, соответственно, поведение драматически быстро изменилось. То есть вот больше, когда вы правильно анализируете поведение, когда вы выделяете, какие факторы контекста влияют на поведение, то и манипулируете ими, то изменение происходит очень быстро. То есть это, не знаете, не те вот недели, которые, знаете, про психологи обычно говорят, что на изменения нужны недели и годы. Часы на это нужны минуты. То есть, например, если кто-нибудь из вас начнет задавать вопросы, например, да, и я буду игнорировать это, то вы за секунды замолчите. Мне не нужно будет недели ждать, пока вы замолчите. То есть, если правильно все делать, то, соответственно, изменения происходят очень быстро, и поэтому вы можете увидеть их сами, и поэтому вы можете сами пользоваться тем, что написано, например, Карен Прайер, проверять это в своей жизни и видеть результаты сразу же. Вам не нужно будет ждать для этого недели, вам не нужна будет лаборатория с микроскопом, где вы будете рискать просто статистически очень маленькие эффекты и что-то там пытаться, что, а действительно ли это связано с тем или с тем. То есть, это все работает гораздо быстрее. Поэтому, вот, спасибо за внимание, вы отличная публика, и это время для вопросов. Спасибо, Иван. Вопросы, поднимайте руку, я буду подходить. Так, давайте у вас сейчас. Здравствуйте. У меня вопрос про, собственно, книгу. Чем он отличается от других авторов, так скажем, бульварной психологии, которые тоже обещают осознанно научить вас правильно изменять поведение других людей, ну и так далее. Хороший вопрос. Тем, что Карен Прайер работает в анализе поведения, много научных работ именно на этот счет, и, соответственно, если вы хотите, вы можете, например, сопоставить то, что она пишет, с учебниками по экспериментальному анализу поведения, по прикладному анализу поведения, и, соответственно, вы увидите, что там тоже самое написано. Так, еще вопросы? Спасибо, интересная лекция. Я хочу задать вопрос. Я немножко, может быть, не понял суть. Вы говорите про контекст исключительно. А как же быть с внутренними причинами? То есть какое-то поведение, оно же может быть обусловлено внутренними причинами. С этим что разбираться не надо? Ну, какое, например? Ну, я понимаю, смотрите, просто это методологический вопрос, потому что с точки зрения анализа поведения, вот наш мозг – это то, что связывает среду и поведение. То есть когда мы, например, ищем причину в мозге, то объяснение выходит аналитически неполным, потому что есть какой-то фактор внешней среды, который связывает какие-то процессы в мозге и какое-то поведение. Предположим, что-то в этом роде. То есть Skinner еще писал о том, что да, мы можем, например, найти причину внутри, но есть какой-то фактор внешней среды, который делает эту причину внутри причиной какого-то поведения. То есть мы всегда можем вывести поведение наружу, вывести связь вот эту наружу. То есть с точки зрения анализа поведения, объяснение заканчивается тогда, когда мы нашли вот фактор внешней среды, который контролирует поведение. Мы можем это делать вот так вот по кусочкам, да, можем. Например, приведу пример с анорексией. Есть исследование о том, что очень много пациентов с анорексией, у них есть взаимосвязь между их уровнем питания, насколько мало они питаются, и уровнем физической активности. То есть, например, это на людях видно, то есть очень многие пациенты с анорексией, те симптомы, о которых они сообщают, это, во-первых, это сниженное питание и повышенная активность. То есть они все больше двигаются и все меньше едят. В лаборатории видно то же самое. Мыши, например, если ограничить питание мыши и заставить ее бегать в колесе, то мы создадим такую ситуацию, что она до смерти забегается в колесе, и она все меньше начнет есть и все больше начнет бегать. И потом обнаружили факт, что это все контролируется тем, сколько еды в среде находится. То есть если мы, например, помещаем мышь в клетку, которая забита едой, но не даем ей какое-то время есть и заставляем ее бегать, а потом как бы восстанавливаем доступ к еде, то она, соответственно, продолжает есть. Если мы убираем еду, она продолжает бегать. И потом нашли белок, который кодирует все это веселье, который сообщает, собственно, мозг, который сообщает другим структурам мозга о том, что сейчас в среде очень мало еды. То есть, соответственно, внутренние причины... То есть мы можем сказать, что это причина, да, что вот тот белок, причина анорексии, да, например. На самом деле, как бы, мы просто... Просто мы можем вывести это наружу, контексту, да, то есть к количеству еды в среде. То есть просто процессы в мозге, они отражают то, что в среде происходит. Соответственно, нам как бы... Мы можем все это учитывать, мы можем все это описывать, сделать модель, в которой есть внутренние причины, и они там связаны между собой, очень сложно. Но как только... Но мы... Все равно, когда мы начнем хоть как-то это контролировать, у нас, получается, объяснение снаружи будет закончено. То есть, потому что пока оно не будет там... То есть даже если, например, мы говорим, что поведение можно контролировать, там, введением каких-то инъекций, да, введением каких-то препаратов, там, прочих всяких вещей, то мы все равно как бы говорим, что в итоге... Но все равно в итоге есть какие-то средовые факторы, которые имитируют эту инъекцию. То есть мы можем как-то поменять такс-контекст, чтобы в мозге произошли те же процессы, что и после инъекции. То есть это возможно. Да, мы можем инъекции влиять на мост, например, но можем, например, поменять контекст так, чтобы опять-таки те же самые изменения произошли. Ну что-то в этом роде. То есть это больше такой вопрос именно, как вообще наука строится. Давайте еще один последний вопрос. Да, Иван, долго не тречу. Давайте. Это скорее не вопрос, а вот как раз на тему анорексии и так далее. Вопрос как бы был о том, что все равно можно как-то объяснить те проявления поведения человека, то есть от внешней среды, да. А вот если, например, брать преступников, которые... Ну, маньяки, да. Когда его поймали, когда начинают разбирать все его преступления, и чаще всего оказывается, что это какие-то проблемы в детстве. Правильно? Ну, не знаю. Хорошее начало вопроса, мне нравится. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что... Сразу разногласия. А откуда идет это все, ну, все эти проблемы, большинство, да? Но есть же такие причины, которые, ну, просто их, когда разбирают, почему так он начал делать, и начал, не знаю, там, убивать людей, есть их и так далее. Бывает так, что заходил в тупик разбор всего этого. То есть никаких, видимо, причин внешней среды не было. То есть какие-то именно психические отклонения, которые, возможно, не знаю, как-то были заложены еще при рождении или еще что-то. Смотрите, я понял вопрос, и здесь очень важно разобрать, что он под причиной поведения подразумеваем. То есть причина поведения не всегда лежит непосредственно раньше поведения. То есть, например, феномен оперантного научения, да, то есть когда организмы учатся через последствия. То есть, например, что я там, я крыса, я нажимаю на рычаг, мне еда сыпется, я, соответственно, на рычаг еще раз нажимаю. То есть вот этот феномен спутывает карты иногда, потому что мы ищем как бы причину преступления до, то есть, например, как жертва там провоцировала, да, какие вот триггеры там были, да, то есть как-то, но мы не ищем причину в том, что, вот, что происходило после того, как преступник напал, например, на жертву. То есть вот именно в чем подкрепление было от того, что он нападает. И, соответственно, еще один момент, который здесь возникает, что вот поведение, которое формируется в детстве, это такая популярная тема, что вот у вас поведение в детстве сформировалось, да, все такое. На самом деле оно сформировалось-то, может, в детстве, но поддерживается изо дня в день, оно какими-то другими факторами. И анализ поведения анализирует эти факторы, потому что, опять-таки, как я вот приводил пример, да, с вопросами, если бы среда не поддерживала больше это поведение, оно мгновенно угасло, будет очень быстро. Просто на следующий день, вот, он уже перестал убивать людей. Он такой, сегодня такой, а на следующий день просыпается и такой, что-то как-то, не знаю, нормально вроде. Пойду, почту заберу и пиццу закажу. Там девушка хорошая в кафе работает. Надо познакомиться. Нет, я как бы не хочу ее убивать. Ну, да, пока что. То есть вот такие вещи. То есть это просто, опять-таки, вот, очень часто отсылки к нейробиологии, к детству, это, знаете, тоже такая форма принуждения бывает, забитиеватая, что там, например, очень часто думают, ну, психоаналитики, например, часто думают, что вот мы разберем, как в детстве все происходило, человек перестанет делать так. Мы, например, вот мы берем такие, да, убийцу того же, мы так разобрали, что вот в детстве у него был отчим, который его насиловал, поэтому он теперь убивает. И мы ему так говорим, ну так все, ты же понимаешь, что это просто отчим, ну так не делай теперь так. А он такой пошел и снова нормально. То есть как бы нет особо функционального смысла в том, чтобы там в прошлом копаться и прочее, потому что это как бы не особо влияет на текущее поведение. АПЛОДИСМЕНТЫ